Торжественный прием по случаю трехлетия почетного консульства Франции в городе Бресте собрал большое количество гостей. Всех тех, кто на протяжении этих лет был партнером, единомышленником и соратником в реализации большого количества совместных проектов, как в Синеокой, так и на родине Бальзака и Жюльверна. Появление в Бресте единственного в стране регионального дипломатического представительства было продиктовано временем и обстоятельствами. Город над Буком является западными воротами Беларуси, важнейшим транспортным, экономическим, социальным, культурным центром. Все вышесказанное стало основой для установления новых взаимоотношений. Три года прошли быстро, они были насыщенными, наполненными большим количеством важных встреч и интересных предложений. Много проектов. Начиналось с проекта Брест-Брест, потому что он уже был в работе до открытия консульства. Потом проект, связанный со спортивными мероприятиями, проект, связанный с нашей бейсбольной командой, с нашей секцией, которая при детской спортивной школе профсоюзов по тэквондо, с ветеранской лигой по футболу, в том числе и гонбол, приезжали две французские команды. Второй проект, который был, конечно, основной проект, это продолжение развивать отношения, скажем так, 15-й школы с Шербургом. 15-я школа – один из центральных проектов консульства в Бресте. Ежегодно из стен учебного заведения выходят десятки ребят, получивших прочное знание по французскому языку, литературе, страноведению. Здесь создана система билингвистических классов, окончив которой юноши и девушки получают специальные сертификаты. Кроме того, в областном центре было реализовано немало интересных творческих, спортивных, культурных инициатив. Совместная выставка с областным краеведческим музеем, посвященная началу чемпионата Европы по футболу, получила такой успех, что вместо запланированного месяца она пробыла в стенах учреждения практически три. Благодаря Брестскому консульству сегодня активно идет укрепление взаимоотношений в спортивной сфере, в частности с местной школой Тэквондо. Есть о чем говорить и в вопросах экономического развития. По мнению заместителя председателя Брестского области полкома Олега Величко, сегодня диалог Франции и Брестского региона должен выходить на новый уровень. Новым шагом станет сотрудничество в системе здравоохранения. Мне приятно действительно, что реализуется сейчас проект, учитывая, что я и сам медик, реализуется проект с французскими хирургами. Он уже фактически в стадии работает, в стадии реализации, но в ближайшее время уже повторное. Уже с господином Катье я встречался, поэтому мы повторно встречаемся, и, я думаю, новые планы будут, и эти наши отношения будут активно развиваться. Особенно торжественным и знаковым моментом праздника стало вручение Леониду Стоецкому ордена за заслуги. Государственную награду Францию представителю дипломатической миссии от имени президента вручил чрезвычайный полномочный посол Франции в Беларуси Дидье Канес. Он высоко оценил работу дипломатической миссии и заверил, три года – это только начало пути. Брест как раз есть пример динамизма развития этих взаимоотношений, потому что Брест и Брест, как вы знаете, очень давно попротивы, и на этой основе есть довольно много обменов разных областей между регионом Бреста в Беларуси и регионом Бреста во Франции. Бреста в Беларуси